Ну нам же уже объяснили, что нас не должно быть, что надо уничтожить президента физически, действующего, российского, что не должно быть русского языка и русской культуры, что не должно быть никакой экономики, никаких связей с соседями. И нам это предметно доказали. Правда? Правда. Есть вероятность, что, скорее всего, алмазы попадут под санкции, то есть они будут подведены под так называемый кимберлийский процесс, кимберлийское соглашение. Это соглашение о том, что кровавые алмазы, которые добываются в странах, где идет гражданская война, и которые идут нафиг, ну это история для Конго, да, запрет экспорта бриллиантов, сделанных из российских алмазов, в Европу и в Америку, а это два крупнейших рынка. Все-таки у меня вот ощущение, ну, наверное, вы меня опровергнете, что после 15 месяцев активных боевых действий, когда мы не только не сокрушили Украину, но и фронт от Донецка не смогли отодвинуть, ну, немножко как-то несвоевременно говорить о стратегическом поражении Америки. Там конкретные вещи предлагались очень много, полностью запрещение экспорта, значит, фактически запретить вообще даже в будущем любое возвращение к торговле газом, так сказать, даже если Россия захочет вот эти вот газопроводы, там очень много всего. Опять же, вот эта вот формула, все, запретить вообще все, что способствует, как-то помогает российским вооруженным силам. Просто Россия доказала, что нету красных линий, да, весь ваш, ваша нуклеарная атомная угроза оказалась не действовать. То есть, вы знаете, я с ними соглашусь по двум позициям. То есть, первая позиция, количество личного состава в украинской армии огромное. Но тербаты постоянно пребывают, и около 40-50 тысяч сейчас натовцы подготовили и продолжают готовить. То есть, вот это пополнение контрактников, оно происходит постоянно. То есть, и плюс, вот я говорю, тербаты, это где-то 750 тысяч в общей сложности стоит под ружьем. Это колоссальная сила. Плюс второй программа армия дронов. Это один миллиард выделенных фонд. Туда бабушки, олигархи, все сдают денежку, покупаются дроны. На февраль было 7 тысяч дронов, 3 тысячи сейчас Зеленский еще попросил, 10 тысяч. Почему 10 тысяч? У них в 20 школах, по официальной украинской информации, прошло подготовку 10 тысяч операторов. По городу они не могли достать вообще никакими системами вооружения. Они получили эти ракеты, начали бить по Уганску. Завтра, я допускаю, я допускаю вариант, что завтра они там или сами поставят им уже готовые, собственно, ракеты с другим радиусом поражения, да? Или же эти что-нибудь подшаманят, а эти не будут возражать, и эти ракеты могут прилететь. А дайте, пожалуйста, карту, у нас есть карта, куда могут достать, собственно, вот эти вот британские ракеты. Вот смотрите, да. Если 300 километров, или если будет модификация там 500 километров, вы видите уже, какая зона поражения? Давайте дальше посмотрим. Так, танки были. Теперь сейчас решается вопрос по самолетам. Скажите, пожалуйста, а что дальше, если это сойдет с рук? Тактическое ядерное оружие. И они поставят тактическое ядерное оружие для того, чтобы защитить свободу и независимость маленькой и незалежной. И вы хотите, чтобы рвануло тактическое ядерное оружие на нашей территории? Что касается снарядного голода, тем не менее, снарядный голод, безусловно, есть. Он есть не везде, но он есть. А его быть не должно. Если не получается у промышленности, ну, давайте как-то возьмем все себя в руки. Мы что, вот спросите каждого второго, мы не готовы после работы выйти на два часа помочь, пока это все идет? Если надо. Ну, никто же даже не говорит, что надо. Все же говорят, что все в порядке. А спрашиваешь военкоров, они говорят, не очень в порядке или очень не в порядке. Они один за другим, так сказать, делают шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. Они и по поводу другого оружия своего, которое когда-то поставляли, говорили, что нет-нет-нет, этого не будет, этого не будет, так сказать. А потом это случалось, потому что они видят нашу реакцию на это. Наша реакция на это, так сказать, да, она предсказуемая. Вообще предсказуемость – это плохо. Мы, значит, 30 лет, так сказать, уверяли Запад в том, что мы надежные и предсказуемые партнеры. Не раз я по этому поводу высказывался, я говорю, это плохо. Это плохо. По-моему, готовится очень серьезная операция. Ну, прежде всего по смене руководства армии. Но если сейчас снять Шойгу и Герасимова, так кто же будет ответственен за неудачи в ближайших дней, за успех украинского наступления? На них нужно повесить еще и ответственность за украинское наступление, и вот тогда уже торжественно снять и расстрелять. Так что я думаю, вот те влиятельные люди, которые манипулируют Пригожиным, они также ждут успеха украинского наступления с не меньшим нетерпением, чем мы с вами. Андрей Андреевич, так по вашему мнению, какое крыло российской элиты ставит на Пригожина, ну и соответственно, чтобы как-то подвинуть Путина? Все же все равно направлено на то, чтобы не наступать, а просто прекратить войну, ну или как минимум заморозить, о чем постоянно начали говорить в тех же эфирах российского телевидения. Ну, они не ставят на Пригожина, они используют Пригожина как инструмент. Ну, у меня есть вот то, что, я думаю, всем очевидно, что эта сила действует, кто персонально. У меня есть гипотеза. Это Юрий Ковальчук. Собственно, это единственный человек, обладающий яйцами внутри бункера. Братья Ковальчуки – это те люди, на которых Путин всю жизнь смотрел и смотрит немножечко снизу вверх. Вот всегда, когда мы говорим на тему, а кто же там может подвинуть Путина, нам возражают. Вы же видели вот это торжественное по телевидению заседание Совета Безопасности, когда они принимали там решение о признании этих ОРДО всех республик. Когда там, как там у Нарышкина штаны спадали, как Путин издевался над ними всегда. Да, это вот все его хуы, а Ковальчуков там не было. Ковальчуки – это гораздо более серьезные люди. Сейчас главное – назвать виновников катастрофы. Виновники, они, собственно, подготовлены. Это бездарное военное руководство. Ну и после того, как год-год народ слышит, что Шойгу и Герасимов предатели, ну, естественно, возникает мысль, а где же главнокомандующий? А что же он, как же при нем все эти предательства совершались? А что касается обращения к солдатам, ну, слушайте, это повторение пропаганды Ленина и Троцкого в 1916-1917 году. Он обращается к солдатам. Вы же, я не знаю, что вы продемонстрировали до нашего включения, но вот самый яркий его памфлет – это вас втолкнули в эту безмозглую войну. Ну, бросайте оружие, обращайте его против тех, кто навязал вам эту трагедию. Паривайте этим вашим офицерам и, собственно, идите на Рублевку. Там вот основные враги. Там олигархи, которые ограбили страну и втянули эту войну. Уже все созрело для серьезного переворота, и сигналом к нему будет украинское наступление. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.